здравствуйте друзья доброе утро среда неделю назад отгремели у нас выборы вот люди те которые не следили за ходом подсчета голосов проснулись в среду неделю назад с утречка и узнали что вот несмотря на то что все ожидали у нас теперь совершенно другой президент ну хорошо дальше всю неделю естественно все смотрят и ждут потому что было обещано много чего и собственно народ ну пусть не большинство ну так уж вышло что не большинство но голосовали за какие-то перемены знаете бывает людям хочется перемен это все понятно вспоминается это знаменитое ты знаешь сара то что мы всю жизнь держали за оргазм оказалась астмой вот это чувство которое должны были бы но совершенно не обязательно испытывают люди которые отдавали свои голоса за эти перемены потому что трудно признать что тебя поимели вот так грубо и можно сказать жестоко значит о чем речь 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 нас идет о депортациях значит уже там от многих обещаний уже человек отказался но вот в данном случае мы пришли к депортации практически ровно год назад 12 ноября сегодня 15 12 ноября год назад вот я просто так просматривал и там тогда шли дебаты между республиканскими кандидатами и вот значит там трамп говорит что все 11 миллионов должны быть депортированы и надо сказать что аргументация которая за этим стоит я ее много лет слышу но вот каждый раз когда заходит речь о нелегальной миграции о депортации с республиканской стороны мы слышим примерно те же самые аргументы которые честно сказать всякий приличный как бы законопослушный человек он скажет ну да тут нечего возразить но аргументы такие если человек пришел страну нелегально значит он должен из нее отправиться домой обратно у нас есть миллионы людей которые стоят в очереди на легальную иммиграцию по воссоединению семей там и тогда скажем люди которые работают и хорошо зарабатывать иностранные специалисты вот там по рабочей визе они годами ждут свою эту несчастную там green card у них еще жена работать при этом не может понимаете как а вот из-за событий 11 сентября например когда было вообще переструктурирование всей этой системы там безопасности люди ждали уже не пару лет свою green card они ждали это мы по 5 и по 7 и по 8 и вдруг вот на тебе значит кто-то так пешочком пришел а мы ему сейчас начали это амнистию там или как назвать это одни назвали амнистией другой другие называли не совсем амнистия вот так как то вот так но легализация значит ну правда но должен быть закон в конце концов если стране есть закон то он есть закон закон один для всех то есть совершенно замечательные аргументы против которых я не знаю кем надо быть чтобы что-то возразить правда все 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 правда все честно должна быть система которая позволяет привлекать людей для работы речь нет ни о том чтобы их вообще куда-то о том чтобы они вернулись домой легально вошли получили там визу специальную работы либо налоги бы платили работодатели бы за них налоги платили не развивалась бандитская система по вот этому трафику людей через через границу это же это же там громадные деньги делают это же мефиозная структура существует который все это гоняет эта же структура разлагает администрацию там американских ну чего там есть рядом и полицию там и служба безопасности и так далее там же взятки платят короче вот все очень замечательно и я почему значит это хихикаю потому что я разговаривал живьем с людьми которые мне доказывали как это важно все сделать а что вот демократы плохие демократы хотят амнистию устроить обама плохой этот плохой тот плохой и так далее значит но и вот недели не прошло короче не прошло и недели и еще еще до того как закончилась неделя нам сказали что забор вообще-то так уж прямо же забор ты и не нужен как забор так заборах где-то забор где-то не забор где-то где-то забора где-то не забор и сейчас есть то есть сейчас тоже есть забор он может быть там не на всю длину на теперь гачу на всю длину в общем-то и не надо так но может быть еще там где-то поставить а так в принципе то он чего забор то ну забор да кроме того это знаем что забор не решит ни одной проблемы но так немножко решит я еще раз я не против забора я за забор я просто хочу сказать что там примерно половина иммигрантов через забор в смысле там отсутствующий а вторая половина примерно значит она двигалась просто визы просрочены то есть забор не позволит нормализовать ситуацию с нелегальными иммигрантами он поможет ее конечно привести в какое-то соответствие некоторые большее соответственно но он не решит ничего до конца и вот и это главное понятно всем было с самого начала но кто кто хотел как бы посмотреть они все видели я уж не знаю что там сложного такого ну вот теперь нам говорят депортировать будем но будем депортировать так значит мы там тех которые криминальный рекорд вот они там трафик там наркотиков банды всякие вот и вот этих вот депортирует но это то что делала обама обама депортировал за время своего президентства 2,8 миллиона человек 2,8 его за это критиковали с другой стороны с демократической что такой безобразный семьи разрывает это это больше чем президент буш за тот же срок это намного больше чем клинтон то есть он был чемпионом по депортации больше того обама когда пришел он сказал мы будем депортировать тех у кого криминальный рекорд они просто тех кто попался вот там и так далее поэтому как-то я бы я бы низ я просто что просто вам пытаются украсть его программу и под видом того что я сейчас кардинальный как переделали нет то же самое он делал и тут нам говорят что там говорит что вот это может быть два миллиона человек а может быть и больше может быть и 3 то есть он хочет депортировать столько же людей сколько депортировал обама может быть меньше может быть меньше чем обам это до того как забор построен понятно да вы не депортируем забор еще нет то есть половину из них мы получим обратно через месяц но вот мы пока что вот мы их депортируем что есть фикция в условиях отсутствия забора дальше ему говорят а как же остальные то вот ну вот эти тут эти вот 11 миллионов так как вот оставшиеся этим и так значит это год замечательные люди terrific people замечательные которые не не преступники вот мы их любим по-своему поэтому значит первым делом и угоняем вот эти вот 2 миллиона то есть шиш с маслом после этого мы наводим порядок на границе то есть забор до конца не строим люди которые визы там лишние в смысле остаются задерживаются после виз тоже мы ничего не решаем то есть наведем порядок значит стабилизируем ситуацию то есть шиш с маслом после этого мы обернемся посмотрим вот на этих людей и будем решать что с ними делать то есть мы хотим на абсолютно неограниченный период времени безусловно что трампу даже если он два срока вдруг каким-то чудом будет президентом то это явно выходит за там пределы 8 лет вот этот план потому что стабилизация ситуации нет объявить ее стабильный можно даже сегодня но сделать ее как бы вот стабильный ну никак не получится поэтому но дело даже не в этом мы мы даже не будем говорить о том что вот те кого депортировали они потом легко вернуться в условиях отсутствия забора там и так далее и так далее но речь идет о том что все эти замечательные мысли о том что нарушители закона должны исчезнуть или у нас страна закона где закон торжествует либо вот какие-то жулики которые через границу пруд законы нарушают и за это еще коврижки получают в виде разных бенефитов и так далее и лечится тут и детишки у них учатся и рабочие места у американцев отнимают как тут рассказывать и очень масса проблем с вот так это это не это пусть они тут будут это не вопрос то есть я хочу сказать что прямо хочется спросить вот этих вот а я их лично знаю которые вот это все рассказывали нам и говорили вот за кого голосовать надо вот он-то порядок наведет хочется спросить собираю увидим ли мы их завтра может быть даже сегодня с плакатиками самодельными там типа факт трамп или там что-нибудь еще они там интеллигентное напишут хочется спросить как как у них вообще с этим делом потому что так вроде ну или они так и будут с астмой ходить а плакатик напишут да здравствует оргазм там вот и будут ходить со своей астмой и трудно трудно признавать как бы шутя поимели я не спорю я от них ничего не хочу я так просто иронизирую немножко вы можете сказать и и собственно здравый человек скажет но миша но но давай быть это самое давай серьезно давай по сути вопрос по сути вопроса понятно что есть период предвыборных обещаний когда говорят там бог знает что либо быть избранными а потом уже но уже ты имеешь дело с реальностью и в реальности никто не хочет или депортации в конгрессе эти вот там конгрессмены говорят это вообще никому не нужно это все можно отложить это вообще никакого значения не имеет это просто как это обманули дурака на четыре кулака это тот же самый обама кир знаете мошенничество в чистом виде вот так говорили все кто хочет сохранить свои предыдущие планы медицинские могут их сохранить о чем речь мы же хотим только покрыть вот этих вот вот которые без страховки а дальше уже поимели всех остальных вот и и трамп так вот у нас трибуны там во время дебатов был что-то фронт как фронт вот то же самое вот там вот того же принципе дурака который перемен хотел этот кричал чем этот говорит чем того же самого дурака точно так же поимели с таким же исключительным цинизмом и вы можете сказать ну ну миша но это политика это это избирательная кампания мало ли что они там сказали а вот дальше начинается реальный мир конечно ну ну конечно но в данном случае так не катит вот в данном случае так не катит потому что в данном случае нам говорили это другой тип человека он вообще не политик он бизнесмен он человек деловой он успешный мы знаем депортация откладывается на неопределенное время скорее всего закончится легализации вот хотя многих вполне бы устроила сохранение статуса кво чтобы вот эти миллионы плюс те которые еще подойдут десятки миллионов которые подойдут они подойдут обязательно потому что никакая стена тем более стены то нет ну ну кто истине что есть там еще пристроит немножко там но молодцы то есть станет менее удобно пересекать границу вот понимаете значит нелегалам отомстят форме неудобств дополнительных вот это это конечно большое большое дело да это это страшно страшно страшная мера воздействия на них вот либо вообще ничего не произойдет либо республиканцам придется опять же их легитимизировать в той или иной форме они даже не возражают не то чтобы кто-то возражал их легитимизировать вот но я к чему говорю что депортация откладывается на неопределенное время торжество закона откладывается на может быть еще более неопределенное время мы не знаем вот по времени сколько займет чтобы закон восторжествовал больше восторжествовал но как бы все-таки хочется хочется видеть какие-то демонстрации обманутых людей вот я честно даже думаю а почему вот они так вот их обманули и и никто не демонстрирует а может быть сегодня будут я не знаю вот я сейчас еду вот пробка смотри такая ну такая вроде трафик такой не быстрый может это и может там демонстрации какая-нибудь идет все говорят там даешь депортации не знают хотя калифорния здесь конечно наоборот обычно там говорят не трогай нелегалов тут тут другая политика в общем друзья вы видите как много разных шуточек есть на эту тему вот как человек из лучших чувств чего-то хотел а его в этих лучших чувствах и оставили в общем то совершенно цинично поэтому ладно же чё там просто новость такая интересная нелегалов просим не беспокоиться счастливо